Северный Сахалин Северный Сахалин приходит настоящая весна. Тотальные проверки после трагедии в Кемерово не обошли Аху. 11 объектов массового нахождения людей проверили на предмет пожарной безопасности. Традиционный конкурс «Безопасное колесо» прошел в Ахе. Лучшей стала команда первой школы. Юные инспекторы дорожного движения начали подготовку к областному всероссийскому этапу конкурса. В суровой сахалинской зиме пришла пора уступить место весенней капели. Минувшую субботу на городской площади прошли народные гуляния, праздновали проводы зимы. Подробности в репортаже Анны Турон. На улицах Ахи с каждым днем все меньше снега. Звенит капель, за окном яркое солнце. Долгая северная зима закончилась не только по календарю. А чтобы ускорить наступление весеннего тепла, стоит проводить по велительницу вьюг и морозов. В Ахе народные гуляния прошли в минувшую субботу на главной площади города. Бойкая ярмарка, веселая музыка из динамиков и много людей. Несмотря на достаточно холодный воздух и пасмурную погоду, желающих проводить матушку зиму пришло немало. Настроение ахинцам и гостям города поднимали творческие коллективы районного дворца культуры. На сцене прошло театрализованное представление. Не давали скучать и юным жителям города. Для детей устроили состязание «Весна идет, играть зовет» на выявление самого быстрого, сильного и ловкого. Победителей в забавных конкурсах поощряли призами. Кульминационным моментом праздника стало сожжение чучела зимы. Большинство горожан пришли на площадь, чтобы увидеть, как в небо взобьется яркое пламя, прогоняющее матушку зиму. За безопасностью горожан при проведении народного обряда следили сотрудники пожарной части. А какие проводы зимы обходятся без богатырских забав? В праздничной программе демонстрировали свое мастерство и спортсмены. Ребята показывали ловкость, силу и великолепную технику боя. Игровая программа была подготовлена и для взрослых. Удаль Молодецкую показывали ахинцы в борьбе за призы. Праздник удался на славу. Теперь весна просто обязана в полной мере вступить в свои права. Ахуни обошли стороной проверки объектов массового скопления людей на предмет пожарной безопасности. В округе проверили 11 учреждений, а всего на территории Сахалинской области обследовано 200 объектов. Сахалинская прокуратура совместно с представителями регионального МЧС продолжает проверять объекты массового пребывания людей на всей территории области. Под проверки попали в том числе торговые центры, детские спортивные учреждения, объекты Министерства культуры. Пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что в настоящее время проверками охвачено более 200 объектов. Результаты показывают, что большинство из них эксплуатируется с нарушением требований пожарной безопасности. Не единичны случаи отсутствия автоматических систем пожаротушения, их неисправность. Напомню, это сведения в целом по Сахалинской области. Повсеместно выявлены нарушения, касающиеся загромождения лестничных клеток и пути эвакуации, несоответствие ширины пожарных проходов, установленным нормам отделки стен, на путях эвакуации горючими материалами неисправности систем оповещения посетителей о пожаре. В целях их устранения прокурорами вынесено уже более 100 представлений. Возбуждены 123 дела об административном правонарушении по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». В настоящее время комплексные проверочные мероприятия продолжаются. В отношении нарушителей будет применен весь комплекс мер прокурорского реагирования, направленные на полное устранение выявленных нарушений, сообщает пресс-служба Сахалинской прокуратуры. В Ахинском районе тщательному обследованию на предмет пожарной безопасности подверглись 11 учреждений, в их числе районный дворец культуры, спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин», Ахинские торговые центры, дом детства и юношества. Проверки проходили в течение всей предыдущей недели. О их результатах в ближайшем выпуске нашей программы расскажет представитель Ахинской городской прокуратуры. Напомним, жители села Восточное обратились к губернатору области Олегу Кожемяка с требованием решить вопрос с обеспечением села, пригодной для питья водой. Люди не устраивают качество воды из новых скважин, которые были пробурены с 2014 по 2017 годы и должны обеспечить население чистой водой, пригодной для употребления. Население заверили, пишется в обращении, что вода в Центральном водоводе села идет с открытого водоема через водонасосную станцию. Но позже выяснилось, что она смешана с водой из скважины. За недельное потребление смешанной воды, подаваемой в квартиры, жители почувствовали боли в животе и аллергию. Вода из крана не мылится, приготовление пищи на ней невозможно, так как привкус ее неприятный. Стиральный порошок в стиральных машинках превращается в хлопья, говорится в обращении. Однако двухнедельной давности анализ воды из скважин показал отличный результат. По его показаниям видно, что вода из скважины качественнее, чем из открытого водоема, откуда она на протяжении многих десятилетий поступала в дома сельчан. На минувшей неделе под контролем общественности был произведен забор воды из скважин. Главой округа Сергеем Гусевым пробы опечатаны и отправлены на независимую, расширенную экспертизу в лабораторию Южно-Сахалинска. Результаты анализов ожидают в ближайшие дни. Сахалинское управление Роспотребнадзора также подключилось к решению проблемы. На минувшей неделе отобрана очередная проба воды. Результат пока не готов. За решением проблемы мы будем следить. В многофункциональном центре Ахинского района возобновилась выдача разрешений на добычу пернатой дичи в сезон весенней охоты. На территории округа охота будет разрешена с 9 по 18 мая. Включительно, напомним, в связи с изменениями в параметры осуществления охоты в угодьях Сахалинской области, выдача разрешений на добычу пернатой дичи в самом северном муниципалитете была временно приостановлена. Сахалинские реки должны быть свободны от рыбоучетных заграждений. Такое заявление сделал глава островного региона Олег Кожемяка. Он напомнил, что лососевая пути на прошлого года стала провальной. В этой связи власти региона кардинально меняют подход к организации промысла и искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей. Одно из предложений – отказаться от использования розов. Для восстановления популяции необходим комплекс мер для снижения промысловой нагрузки. Решено уменьшить количество стонных неводов. Сейчас их по тысячу – это очень много. Сократится также длина орудий лова. Сейчас поступают дополнительные предложения от Ассоциации рыбопромышленников, которые направлены на сохранение запасов лосося. Будем их отстаивать в этом году. Надо начинать наводить порядок в этих вопросах. Делать так, чтобы рыба снова вернулась к берегам Сахалина. Для нас очень важна поддержка экологов и жителей по данной проблематике, отметил Олег Кожемяка на пресс-конференции в рамках медиафорума. Будем добиваться того, чтобы областная комиссия по регулированию добычи анодромных видов рыб, решение которой утверждает Сахалина Курильская управление Росрыболовства, учитывала это мнение, сказал губернатор. Состоялся очередной ежегодный конкурс среди учащихся школ «Безопасное колесо». Он показал, кто стал лучшим в знании правил дорожного движения. Подробности в нашем репортаже. Юные инспекторы дорожного движения боролись за звание лучших в минувшую пятницу. В этом году в Доме детства и юношества состоялся районный этап конкурса «Безопасное колесо». Его проведение каждый год инициирует госавтоинспекция на всероссийском уровне. Этой традиции уже многие годы. Конкурс проходит последовательно. Сначала в районах, затем в областные этапы, далее следует всероссийский этап. В этом году шесть команд из образовательных учреждений АХИ решили принять участие в конкурсе. Вначале жюри оценила презентация гидбригад. Затем были командные и личные первенства. Готовились ребята серьезно и долго под руководством специалистов ГИБДД, медработников и, конечно, своих руководителей-педагогов. Победу, конечно, хотелось бы, мы надеемся. Ребята старались, ребята готовились. Мы готовились очень долго, мы готовились заранее, потому что как бы предельные строки мы знаем определенные, когда определяют нам, и стараемся уже за месяц-полтора начинать детей готовить. Я рассчитываю, что мы просто выступим достойно. Готовились основательно, ну, насколько позволяло время. Вот, а так, главное, чтобы они знали правила. Чтобы в следующем году, вот, потому что я сейчас в первый раз, и в следующем году я планирую, чтобы они передали свой опыт следующим, кто будет. И тогда вот мы постепенно сделаем сильную команду. А вот для меня они сейчас первые просто. Знания правил дорожного движения оценивали жюри и работники ГИБДД. Медицинский работник проверял навыки оказания первой помощи, но такое строгое жюри ребят не пугало, ведь к конкурсу они готовились очень долго. Учили правила, сигналы регулировщика и азы медицинской помощи в экстренных ситуациях. Следует отметить, что юным инспекторам по 9-10 лет, но знаниям, которые они продемонстрировали в конкурсе «Безопасное колесо», могут позавидовать даже взрослые. Самый желанный этап конкурса – это, конечно, езда на велосипеде. У меня очень хорошие опытные езды на велосипеде. Я готовилась, мы ходили, у нас были каникулы, мы ходили каждый день в школу на каникулах и тренировались. А в медицинском конкурсе ты можешь участвовать? Да. А скажи, что ты можешь делать, как ты можешь спасти человека? Если, к примеру, у человека он… Если я увижу человека, который катается на велосипеде, и он упал, и нет никого рядом, я могу ему оказать помощь и на ранее помазать йодом его рану, края раны. Победителем в конкурсе «Агитбригад» стала седьмая школа. В командном первенстве места распределились следующим образом. Первое место – средняя общеобразовательная школа номер один. Второе место – седьмая школа. Третье место – школа номер пять. Все получили дипломы участников конкурса. Успехи очень большие, особенно в последние годы. Я могу привести, скажем так, статистику за последние, начиная, точнее, с 2014 года. Первый раз, когда я сама лично повезла команду, в 2014 году наша команда заняла 11 место. То в прошлом году мы уже были четвертыми. Соответственно, можно сделать соответствующий вывод. Из 17 районов четвертые – это очень хорошо. Это, значит, дети в школьной программе, дома с родителями, может быть, где-то самостоятельно изучают правила дорожного движения, знакомятся с ними и умеют применять их на практике. Команда победителей и в этом году поедет на областной этап безопасного колеса. Поэтому впереди еще более серьезная подготовка. Этапы корпоративной спартакиады работников нефтяной компании «Роснефть» проходят каждый месяц в апреле в Ахе работники общества «Роснефть», «Сахалин», «Морнефтегаз» и сервисных предприятий определяли лучших баскетболистов. Нефтяная компания «Роснефть» уделяет особое внимание спортивной подготовке своих работников. Круглый год нефтяники принимают участие в состязаниях по самым различным видам спорта. В апреле состоялись соревнования по баскетболу в зачет спартакиады общества «Роснефть» «Ахалинмурнефтегаз». В турнире приняли участие шесть команд. Это баскетболисты аппарата управления, управление добычей нефтегаза, управление магистральных нефтегазопроводов, управление подготовки нефтеводы и поддержания пластового давления, Ахинская ТЭЦ и сборная сервисных обществ. Игра была напряженная, много эмоций случались и промахи. Но ошибки могут быть и у профессионалов, а в этом зале собрались обычные работники нефтяной промышленности, которые просто любят спорт. А в игре в баскетбол видят особую привлекательность. Ритм, динамика, скорость. Ну и броски красивые, если, конечно, бросать умеешь. А так, ну, зрелищное представление. Скорость, динамика, дальние броски очень зрелищные, и сама игра по себе очень зрелищная. Командный вид спорта, взаимодействие, дружба, ответственность, подстраховка, поддержка, что, несомненно, влияет на общий результат команды. Командная игра хорошая, такая подвижная игра. Все работают в одной команде, в одном ключе, выполняют свои задачи поставленные, нападения, защита. Неискушенному зрителю может показаться, что игра в баскетбол не так трудна. Нужно просто попасть мячом в корзину противника. Но на самом деле это далеко не просто. В баскетболе существует множество особенностей, которые стоит учитывать. Многие нефтяники, может, и не знают всех хитростей игры, но к соревнованиям относятся очень ответственно. Ну, почему? Ну, дисциплина. Мне нравится дисциплина. Организованность. Вот в этом им не занимать. В результате упорной борьбы места распределились следующим образом. Первое место в общекомандном зачете завоевала команда аппарата управления. Второе – у сборной сервисных обществ. Третье место – у баскетболистов управления добычей нефти и газа. Победители и призеры соревнований награждены кубками, грамотами и ценными подарками. Команды, не вошедшие в тройку лидеров, получили утешительные призы. 14 апреля в плавательном бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин» прошло плавательное многоборье. В соревнованиях приняли участие более 60 воспитанников спортивной школы. Спортсмены трех возрастных групп состязались на дистанциях 400 и 50 метров. Избранным стилем. Победители и призеры соревнований определялись по сумме очков за две дистанции. Чемпионами в своих возрастных группах стали Иван Ивлев, Валентина Кузнецова, Артем Бенедицкий, Елизавета Кучеренко, Георгий Птушкин и Александра Горшинина. Призеры соревнований награждены медалями и грамотами спортивной школы. И на сегодня это все новости. С вами была Татьяна Яникеева. Продолжение следует...